Друзья, у нас в студии уже наш наступный гестец, Федер Бондар, завидовавший видео с успельно-публицистичных программ телеканала Макулаев. Федя, это один из самых крупных журналистов на юге Украины. Некоторые считают, что крупнейший. Крупнейший? Ты неправильно представляешь, крупнейший журналист. Крупнейший журналист, мудрейший, мой начальник. Остально для меня этот текст. Федя, самый интересный момент, который случался в твоей карьере? Не берусь выделить самый интересный. А вот возьмись. А я в процессе, может быть, вспомню. Дело в том, что как-то так случилось, что вот эта работа... Вот я чуть больше 14 лет назад пришел на телевидение попробоваться, потому что такой был период, надо было работать именно на эти срочные. Вот. И у меня иногда такое ощущение, как будто я до сих пор пробуюсь. Вот. Да. Поэтому что-то интересное происходит каждый день. Невозможно соскучиться. Нет, в том-то и дело. Бывают такие периоды, когда кажется, что все уже зациклилось до сквозь степени, что ничего нового не будет. Ну, я же говорю, либо начальство, либо коллеги, либо сограждане. Быть тележурналистом, это что-то другое, чем быть просто журналистом? Я другим не был. Ну, как ты считаешь? Я не писал. Нет, ну, конечно, своя специфика. Не могу сказать, лучше это или хуже. Для тех, кто остается на телевидении, несмотря ни на что, наверное, это такие лучше. Бывает такое событие, которое потом дает тебе пищу для размышлений, для новых съемок, неделю, месяц, год. А бывает что-то, к чему готовишься месяцами. Ну, так в любом деле, я думаю. И в том, что касается и тематических передач. А приедешь, посмотришь, а снимешься, и через день уже и вспомнить не о чем. Поэтому это все зависит от людей, которые готовят. Скажите, на улицах вас узнают? Да, это. А как? Меня просто никогда на улицах не узнают. Я просто не замечаю. Ну, конечно, теперь очень сложно не заметить. Вы крайне легкие в жизни. Не замечаю. Нет, ну как, по-разному. Некоторые люди просто констатируют, некоторые начинают перечислять в памяти Николаевские каналы. Вот на том или на том. А, ну, значит, на этом. Нет. Но все-таки. Некоторые просто путают с другими некоторыми коллегами. Тут мне на днях сказали о том, что я, оказывается, советник президента. Вот и новая профессия, связанная со словами. Может быть, меня спутали со Святославом Цыголко, который долго был ведущим на Пятом канале и пресс-секретарем остался у Порошенко. То есть, вариант. Узнают. Бывает. Чувствуете на себе вот груз журналистского дела? Ведь, собственно, от вас зависит то, что будут говорить о каких-то других людях. Ну да, вы, можно сказать, современный летописец. Пишите историю. Современный летописец. Груз, груз. Это не обязательно ощущать грузом. Определенная ответственность, конечно, есть, как в любом деле. Это ощущение того, что, с одной стороны, нужно по максимуму сообщить о чем-то, о событии, о процессе, явлении. С другой стороны, в какой-то степени, конечно, ощущение того, что нельзя навредить, оно тоже присутствует. То есть, не хочется называть это цензором внутренним, потому что с цензурой у нас связаны менее приятные воспоминания у всех и ощущения, когда действительно запрещают говорить на какие-то темы в принципе или о каких-то частях общества оппозиционных, как было долгими периодами у нас. Но это скорее какой-то баланс между максимальной информацией и возможностью при этом кого-то обидеть конкретно, без повода. Потому что есть такие ситуации, когда есть необходимость обидеть. Причем это может быть конкретный человек, который ведет себя недостойно, или власть в целом, причиновник какой-то, который заслуживает того, чтобы их обидели. Но если нет для этого достаточных оснований, то, конечно, баланс надо выдержать. Много болтаю. А каково, когда все-таки беретесь за какое-то дело, которое связано, вы уже сказали, с каким-то политиком, и нужно сказать так, как нужно сказать? Тяжело идти на этот шаг? Страх? Просто банальное слово. Я говорил о чиновниках, а вы о политике. Ну, ладно. Ну, чиновники, политики, для наших зрителей в принципе одно и то же. Но все равно, есть ли какой-нибудь страх? Опасение сказать правду? Я правильно вас понимаю? Да. В разные периоды, вот за эти 14 лет, когда я на телевидении, у нас бывали такие периоды, когда все знали о том, например, что политик или этот режим недостоин существовать и занимать, соответственно, если политик свой пост. Но мы об этом не имели возможности сказать не потому, что нам страшно, а потому, что это было абсолютно невозможно выпустить в эфир. Хотя, конечно, страшно тоже было, и увольняли людей периодически, и у нас такие были случаи за свою гражданскую политическую позицию. Да, есть, конечно, опасность. Но вот сейчас тот период, когда очень хотелось бы, чтобы мы, подойдя к определенному уровню свободы, не абсолютному, конечно, может быть, его в принципе не существует, но подойдя к этому уровню, чтобы мы никогда уже не сварились обратно, независимо от того, как измениться власть. Но, с другой стороны, вот эта самая свобода, она является предпосылкой для того, какой-то гарантией, страховкой, чтобы опять не произошло полного отката в стране до той ситуации, когда опять будет цензура. Это возможно только тогда, если к власти приходят люди, которые не считаются ни с кем, кроме своих интересов. Ни с чем, кроме своих интересов. Сразу видно, что у нас в гостях заведующее дело суспельно-публицистичных программ. Субтитры сделал DimaTorzok